Дорогие старшеклассники и студенты! Поздравляю вас с началом учебного года! Зажигайте в себе свет учения. Получайте знания те, которые вам дают. Ищите больших и пытайтесь их объединить в одну картину мира. Узнавайте новое и применяйте это в своей жизни. Но только на пользу и себе, и людям, которые живут рядом с вами. Помните, все позволительно, но не все полезно. Так говорил апостол Павел, некогда учившийся у лучших учителей своего времени. А царь Соломон, когда ему сказали просить все, что он хочет, у Господа, вымолил мудрости. Как стать мудрым? Соломон отвечал так. Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых. Отвергни от себя лживость уст и лукавство языка. Глаза твои пусть прямо смотрят. Обдумай стезю свою, и все пути твои добудут тверды. Замечательные слова, согласитесь. Мудрость начинается там, где вы осознанно выбираете добро и служение добру. И я дерзновенно вместе с Соломоном желаю вам найти свой путь служения людям, семье, стране и Богу. И пусть никто не сможет вас сбить с дороги добра, личностного и профессионального роста. Читайте мудрые книги, учите науки. Только не занудно, а по-юношески, с задором и юмором. И будьте идеалистами. Молодости это идет. Дорогие ученики, вот и пришла пора учебы. Наступило первое сентября. Поздравляю вас с началом учебного года. Давайте порадуемся, мы снова пришли в школу. Давайте радоваться, что встретим своих друзей. И дружба будет только крепнуть. Я желаю вам научиться за этот год помогать тем, кто слабее вас. Чтобы весь класс получал только хорошие отметки. Чтобы не было отстающих. А отстающих нет там, где нет равнодушных детей. Помогите тому, кто не понимает. Помогите тому, кто слабее. Чтобы и он стал сильным, успешным и умным. И ваш класс будет самым дружным. Становитесь верными друзьями, честными. Поступайте всегда красиво, благородно, по-доброму. Я желаю вам интересных открытий и новых знаний. Слушайте на уроках учителя, чтобы не пропустить что-то очень важное. Знание – это сила человека. Быть физически крепким и ловким – лишь половина дела. А другая половина – быть умным. Ведь нашей родной Беларуси нужны умные люди, которые запустят ракеты на Марс, которые вырастут на Луне алмаз, которые создадут машину времени. Нашей стране нужны и добрые люди, которые умеют работать, учиться, строить, молиться, дружить. Другие люди, которые не боятся трудностей. Желаю вам научиться этому. Дорогие друзья, братья и сестры, многоуважаемые директора школ, учителя и родители наших детей, давайте найдем силы и с радостью, с новым вдохновением и энтузиазмом войдем в рабочий процесс в учебное время. Зажгите в себе огонек, даже если он потух или тлеет. Предвкушайте неизведанное, творческое, новое. Увы, мы все усложнили, хотя все на самом деле очень просто. Мы разбили жизнь на процессы, сферы деятельности. Мы разбили чашу, а собрать ее не можем. Ведь обучение и воспитание это не отдельное направление деятельности человека. Это наша собственная жизнь. И более того, это жизнь каждой семьи и народа в целом. Мы ее в школе живем вместе. Не каждый по себе, а вместе. Мы не выпадаем из жизни на 8 часов в сутки или на 11 лет учебы. И если человек не любит работу, работу в школе, он не любит свою жизнь. А скажите, ребенок разве в школе учится? Я думаю, что нет. Он в школе живет. Живет своей самые лучшие годы. И, наверное, весьма естественно, что он хочет настоящего, яркого, идеального. Дети отдают учителям гораздо больше, чем учителя детям. Они отдают свое детство, энергию молодости и здоровья, чистый взгляд на жизнь. А взрослые, образно говоря, часто в ответ вбивают серые штампы, равнодушие, а порой и свои личные обиды на жизнь. А ведь мы должны учить детей мудрости, мы должны направлять их энергию, а не подавлять ее. должны учить выбирать праведный путь. Праведный – значит правильный. Не нужно просто для отчета организовывать время детей. Понятия и ощущения времени у взрослого и у ребенка разные. Дети предвкушают будущее, им в нем жить. Взрослые опираются на опыт. Они уже давно в прошлом. Организуйте смыслы и пространство, среду, осуществите преемственность. Дети сами будут жить, но больше всего дайте смыслы. А смыслы находятся не просто в знании предмета, а в мудрости, в простоте, как цельности мира. В конце всего и время остановится, и знание упразднится, останется мудрость и вечность. Откройте послание апостола Павла, там все сказано. Знание – это всего лишь инструмент, орудие. Мудрость выше. Мудрость – это понимание, где и как применить орудие. Мудрость – это понимание мироздания, божественное устройство жизни Вселенной. Вдумайтесь, ядерную бомбу создали гении, а не применяют смертоносное оружие мудрое. Мудрый любит Родину. Умный ищет место потеплее, посытнее, поудобнее. Мудрость подчиняет ум, а не ум заглушает разум. церковь церковь этому учит, учит молитвой, учит духовным опытом. Слово Священного Писания исполнено Духа, божественной силы. Оно поэтому воздействует, что истинно. если каждое слово педагога, воспитателя, родителя будет нести в себе внутреннюю силу и иметь горение, оно будет действенным. Пустое слово фонетическая скорлупа, в которой ядро засохло или съедено червями. Вот почему, завершая свои размышления перед вами, я желаю вам, дорогие учителя и родители, желаю жизненных сил, духовной высоты, искренней любви к детям, к делу, к школе, к стране и народу, к Богу. ведь это все звенья одной цепи, по которой течет ток нашего духа. И пусть цепь нигде не рвется, не искрит, чтобы нам наш светильник горел, а не обесточенный служил просто декорацией. желаю всем нам помощи Божьей, легкости и радости в предстоящем учебном году. Редактор субтитров Корректор А.Егорова